МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день работники сферы культуры подвели итоги прошедшего 2020 года. Для них он выдался весьма непростым. Из-за пандемии пришлось полностью переформатировать работу и перейти на дистанционный режим. Не все учреждения культуры были к этому технически готовы. Тем не менее, достойно вышли из ситуации. С марта по декабрь прошло около 14 тысяч онлайн-мероприятий, которые собрали более двух миллионов просмотров. Для нас этот год, прошедший 2020, он не просто показателен. Он полностью изменил всю нашу жизнь. Мы меняемся, меняется мир вокруг нас, меняются наши посетители. Мы растем все вместе, приобретаем новый опыт. Это был очень сложный период. Однако мои коллеги были на всех площадках, какие только возможно, во дворах. Это и концертные программы, это и всевозможные мероприятия, которые мы онлайн проводили. И, в общем-то, выставки, которые мы делали тоже онлайн, вы знаете, это колоссальный опыт. В минувшем году представители сферы культуры посвятили себя не только творческой, но и волонтерской деятельности. В условиях всеобщей самоизоляции они передавали пожилым людям продуктовые наборы и все необходимое. Конечно же, были подарки для ветеранов. Было очень много спонсоров, было много очень людей, которые откликались и сами, и с помощью нас. То есть, они не могли пойти. Мы знаем адреса, мы знаем ветеранов лично. И мы передавали эти подарки ветеранам. Поздравить работников культуры в этот день приехали представители администрации, округа, депутаты и партийцы-единороссы. Они вручили руководству и сотрудникам учреждений культуры почетные грамоты и благодарственные письма. Праздничный вечер прекрасно дополнил молодежный театр «Крылья». Актеры представили публике несколько сцен из спектакля по пьесе «Мольера» «Мещанин во дворянстве». Елена Кравченко, Станислав Трифонов, Трекомпания, Одинцова. Трифонов, Трифонов, Трифонов.